Всем привет, с вами Давилыч, и сегодня новый обзор, и этот обзор очень интересен тем, что сегодня на обзоре у меня китайский бренд KingFast SSD объемом 120 гигабайт. Погнали! Так получилось, что у меня появилась возможность сделать обзор на этот китайский бренд. На Алиэкспресс довольно хорошо этот SSD разбирают, и если смотреть в описании этого накопителя на Алиэкспресс, то там данные разнятся, и можно просто запутаться. Производитель заявляет скорость чтения до 550 мегабайт в секунду, скорость записи до 450, и это хорошая заявка для китайского бренда. Более того, данный накопитель имеет гарантию 3 года, и ресурс в 109 терабайт на запись. Для 120 гигабайтной версии это достаточно хороший ресурс, это у нас 3D NAND TLC память, и блин, давайте же скорее сделаем распаковочку и перейдем к тестам. Накопитель KingFast у нас поставляется вот в такой вот достаточно крупной, но тоненькой упаковке картонной. Указан бренд KingFast, SSD, SATA 6 гигабит в секунду, и имеется наклеечка с моделью F6 Pro, и объем 120 гигабайт, снова указано, что это SATA 3. Итак, по бокам у нас бренд, здесь у нас указана высокая скорость, 3 года гарантии, стабильность и долгая жизнь, это 10 лет, я так понимаю, срок службы нам заявляет китайский производитель. На обратной стороне у нас снова разная информация, снова нам здесь говорят, что это у нас SSD для различных устройств, ограничена трехлетняя гарантия, поддержка всех операционных систем, и серийный номер, и, я так понимаю, номер нашего накопителя. Все. Упаковка у нас защищена двумя фирменными наклейками сверху и снизу, которые также являются пломбами, защищающими от вскрытия, поэтому, друзья, давайте вскроем и посмотрим, что же нас ждет внутри. Прямо вот, если честно, прямо волнительно мне. Все, друзья, внутри у нас пусто, убираем сторонку и смотрим на нашу упаковку. Ничего ли вам это не напоминает? Мне напоминает эту упаковку от SSD дисков AMD. Правда, там картон был поплотнее, поинтереснее. Ну, давайте смотреть. Открываем, книжечка. В этом плотном поролоне находится SSD накопитель. Достаем, все, упаковка нам больше не нужна. Теперь, друзья, давайте перейдем к книжке. Здесь у нас, так, 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 все у нас расписано, как подключать в ноутбук, как подключать через переходник, как подключать системный блок. В общем, все красиво. Тут респект. Китайский, я так понимаю, и английский язык. Ну и, в принципе-то, все. Больше тут нам особо смотреть нечего. Мы и так все знаем. А теперь, друзья, давайте перейдем к нашему накопителю. И первое, что я вам могу сказать, накопитель хоть и новый, но он в каких-то уже царапинах. Вот. Как вот так? Сразу же отмечаю, что у нас корпус металлический, и это сразу чувствуется. Имеется гарантийная пломба, на которой у нас указана дата производства. Это у нас 19-й год, пятый месяц. Свежак. Прямо респект. Майский SSD. Обзор делаю в конце июня. Итак, на обратной стороне KingFast модель, парт-номер, серийный номер, вольтаж, QR-код, ссылка, видимо, на сайт производителя. И все. Так как у нас корпус полностью металлический, все крепежные отверстия выполнены прямо в корпусе, поэтому без проблем крутим. А также отмечу, что на лицевой стороне SSD, на верхней крышке, у нас напечатано на металле производитель данного SSD. И это действительно смотрится круто, зачетно. И это не стыдно будет показать под прозрачной крышкой вашего системного блока, под стеклом. Ну, пусть KingFast, но, блин, зато эффектно. Не какая-нибудь дешевая наклейка. Ну что, друзья, подключаем наш SSD и переходим к тестам. Друзья, накопитель KingFast объемом 120 гигабайт у меня установлен. Давайте перейдем в управление дисками. Инициализируем наш накопитель. Итак, ждем. Инициализация у нас не прошла, не было ее. Видимо, диск был инициализирован уже на заводе-изготовителе. Давайте создадим простой том. Все, вот у нас диск Е. Чистый объем будет 111,79 гигабайт. Все, друзья, отформатировался, все готово. И мы можем приступать к нашим тестам. Первым делом запускаем SSD Live и смотрим, что у нас здесь. Ни время работы, ни количество записанных данных здесь не поддерживается. Но, друзья, это Китай. Что вы хотели? Включений всего три. И это хорошая низкая цифра для абсолютно нового накопителя. Далее, друзья, переходим к утилите CrystalDiskInfo. Итак, запускаем ее. Все. Выбираем наш накопитель. У нас в стоке уже 40 градусов показывает. Объемный смарт. Здесь есть и на чтение, здесь есть и на запись данные. Но почему-то здесь в ней не учитываются. Вот мы можем увидеть, что хост чтения, хост записи. Всего NAND записей. Число включений 3. Общее время работы 0. Смарт нам говорит о том, что здесь эти данные как бы есть. Но, друзья, SSD Live нам сказала обратно. Итак, с этим разобрались. Дальше, друзья, запускаем CrystalDiskMark на абсолютно чистом накопителе в 5 прогонов по 1 гигабайту. Итак, тесты у нас завершились. Мы с вами видим достаточно высокие скорости на чтении и запись. Это 525 чтение, 490 на запись. Заявленное производителем было 550 и 450. Скорость чтения немножко не дотянула. Скорость записи превысила. Все в порядке здесь у нас. Дальше, друзья, запускаем SSD Benchmark. И давайте посмотрим, какое контрольное значение, итоговое значение по цифрам у нас покажет данная утилита. Выбираем наш накопитель и запускаем. Итак, по традиции мы получили скорость ниже, чем CrystalDiskMark, но они все равно на достаточно высоком уровне. А вот общее итоговое количество баллов, которые набрал накопитель, все-таки здесь низкое и приравнивается к самым бюджетным SSD накопителям. Здесь их 782, хотя куча бюджетных SSD, у которых количество баллов 600 с небольшим. Далее, друзья, запускаем утилиту для того, чтобы посмотреть, как работает этот SSD накопитель в различных средах. И ждем. Итак, и здесь мы видим, ну, в принципе, нормальное значение, особенно для такого бюджетного SSD накопителя. Теперь, друзья, давайте свернем все наши синтетические тесты и перейдем к реальным. Будем копировать на наш накопитель папку объемом 26,7 гигабайт и смотреть, какая реальная скорость будет у данного накопителя. Погнали, начинаем и смотрим. Накопитель стартует с хорошей отметки. Это у нас 420 мегабайт в секунду. Упало до 400. И пока все хорошо, пока у нас все копируется, в принципе, блин, ну, с этой хорошей высокой скоростью. Ждем, когда у нас будет падение и будет ли оно вообще. Итак, заполнение подходит к половине и пока я не вижу никаких просадок. Все стабильно в 400 мегабайт в секунду, в 420 мегабайт в секунду. Скорость у нас стабильная и ниже пока не падает. Смотрим, будет ли у нас переполнен буфер или внутренняя, там, не знаю, оперативная память, слс-кэш, хоть что-либо. Упадет ли у нас сейчас скорость? Пока этого не происходит. Друзья, готовимся ко второму копированию и сразу начинаем второе копирование. Итак, быстренько переименовываем папку и закидываем второе копирование и смотрим. Здесь у нас, в принципе, ситуация повторяется. Средняя скорость 400 мегабайт в секунду и пока ничего не падает. То есть, у нас копировано уже порядка 30 гигабайт и никаких изменений по скорости нет. То есть, сейчас у нас накопитель будет заполнен практически наполовину. И вот, скорость у нас падает, поднимается снова. Интересно, что же у нас такое произошло. И снова падает. Так, 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 60-70 мегабайт в секунду. Но я думаю, сейчас она уже вряд ли поднимется. И будет держаться именно вот в пределах 70-50 мегабайт в секунду. Да, друзья. Дальше у нас уже скорость точно не повысится. Поэтому ждем, когда у нас закончится это копирование. И сделаем тесты CrystalDiskMark. Итак, у нас завершается второе копирование. Накопитель у нас будет заполнен примерно на 48%. И я пока не вижу смысла делать тест на переполненном буфере. Потому что скорость в любом случае будет низкая. Поэтому, друзья, сейчас мы ждем 10 минут. После чего запускаем заново CrystalDiskMark. И проверим, изменится ли у нас скорость чтения и записи на объеме в 48%. Итак, друзья, прошло чуть больше 10 минут после теста. Запускаем новый тест на 48% заполнения накопителя. Итак, друзья, как мы можем увидеть, по случайной скорости чтения записи у нас не изменились. Грубо говоря, один в один. Скорость записи по всем четырем пунктам у нас, в принципе, соответствует. В принципе, точно такая же. Вот скорость чтения на 4К блоков вот здесь вот у нас немножко отличается. По остальному там, в принципе, в доле погрешности. А это значит, что у нас заполненность накопителя на 48% в принципе никак не влияет. Но, друзья, не будем этому верить до конца. Раз есть у нас возможность добить его полностью, ну, давайте это сделаем. И посмотрим, как поведет себя наш кэш. Высвободился ли он полностью и когда он у нас снова заполнится. Начинаем копировать, друзья, и ждем. Первое копирование у нас должно пролететь полностью в лед на скорости 400 мегабайт в секунду. Но нет, друзья. Кэш у нас не успел высвободиться. Высвободился он, грубо говоря, совсем мало всего. Освободился, ну, грубо говоря, на 5 гигабайт. И скорость вновь падает до 50 мегабайт в секунду. Друзья, дальше заполнять я не вижу смысла, потому что это будет долго, поэтому давайте подводить. Друзья, вы сейчас все увидели сами. Скорости накопителей показывают достаточно хорошие. Здесь достаточно хороший SLC кэш или буфер. Это 40 гигабайт на запись. Это достаточно много, потому что в обычной жизни вы такие объемы вряд ли будете на него копировать. Тем более объем этого SSD всего-то 120 гигабайт. После переполнения скорость падает до 50 мегабайт в секунду. И, в принципе, это все равно комфортная скорость для копирования, если вам нужно скопировать прямо что-то большое, глобальное. Тут уж примите как есть и приготовьтесь немножко подождать. Во всем остальном накопитель мне понравился. Хорошая скорость чтения записи, тем более для его цены. Стоит он чуть больше 1000 рублей. И это не может не радовать. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность купить по хорошей цене этот SSD накопитель, то смело можете его рассматривать к покупке. Под этим видео вы найдете ссылку, где можно купить по очень выгодной цене. Ну а на этом, друзья, все. Ставим лайк, подписываемся на мой канал, вступаем в группу ВКонтакте. И до новых встреч. Пока-пока. Кстати, друзья, спонсором данного ролика является компания IT-Opt город Ижеск. И поэтому, если вас интересуют компьютерные комплектующие, серверное оборудование, оргтехника или видеонаблюдение, то милости просим по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok